На прошедшей неделе, минувшей неделе, оперативного совещания не было. Мы все практически осиротели, не знали, как узнать и откуда черпать информацию, что же у нас происходит в республике, но на этой неделе, слава богу, оперативное совещание в правительстве республики Башкортостан случилось. Не зря ждали, прямо скажем, я, честно говоря, получил искреннее удовольствие от просмотра этой оперативки, несмотря на то, что она как-то сначала там пропала, но много-много часов все пришли в панику, потом появилась запись. В общем, было очень интересно. Все классические элементы присутствовали в ней, драматургия от Радия Фаридовича была на высоте, да и, собственно, крылатые выражения и фразы были очень-очень богатые. Так что давайте обо всем по порядку. Начал Хабиров оперативку с чрезвычайно сложного витьеватого выражения, который тоже, видимо, стоит уже начинать оклевать в граните потихонечку. Явно заплетающимся языком Хабиров произнес следующее, цитирую. «После рабочей недели начинаем работу, и я абсолютно убежден, что это абсолютно правильно». Конец цитаты. Ну, в общем, тут Виктор Степанович Черномырдин с облака, глядя на Радия Фаридовича, видимо, начал судорожно завидовать. Далее Хабиров перешел к описанию ситуации в республике, которая сложилась, ну, по его мнению, на данный момент. И он отметил, что нет ни одного основания продлить дополнительные выходные для жителей республики Башкортостан. И все мы переходим в обычный рабочий режим, но с теми же ограничениями, которые Хабиров наложил заранее на жителей нашей республики. Хабиров упомянул и о печальных моментах. Он сказал, что на прошедшей неделе проводили в последний путь бывшего мэра Стерельтомака, господина Куликова. И почему-то в контексте Куликова Хабиров сказал, что единственное спасение – это вакцинация. Общеизвестно, что господин Куликов, покойный ныне экс-мэр Стерельтомака, был вакцинирован то ли дважды, то ли трижды. И приводить его в пример как единственную панацею от COVID-19, наверное, было бы более чем неуместно. Однако Хабиров именно так и выразился, говоря о Куликове. При этом Радифаритович не упомянул о том чрезвычайном эксцессе, который случился во время похорон экс-мэра Стерельтомака. Я говорю о том, что в глаза Хабирову было сказано, ну, по крайней мере, во время поминальных речей, а впоследствии и в социальных сетях, было сказано, что Хабиров фактически принудил Куликова написать заявление об увольнении. Были высказаны сожаления о том, что не уберегли Куликова от этого позора, который сопровождалось увольнение, от того, как, ну, его, в общем-то, угнетали, обижали и прочее. Это было все высказано Хабирову фактически в лицо, как лично во время похорон, так и впоследствии в аккаунтах социальных сетей тех, кто присутствовал на этом печальном мероприятии. Об этом Хабиров предпочел, конечно, умолчать. Однако это очень показательная история, когда уже начали в лицо говорить нашему дорогому Радио Фаритовичу о тех безобразиях, которые он чинит самолично в области кадровой политики. Далее в своем вступлении Хабиров рассказал о том, что наконец-то запущен Бельский мост. Теперь вот эту вставочку, узенькую вставочку между старым и новым мостом Хабиров торжественно именует отдельным мостом. Хотя это на самом деле не мост с инженерной точки зрения и с любой другой точки зрения, это всего лишь вставка между мостами. Но гордиться же надо чем-то. Одновременно с этим Хабиров анонсировал закрытие старого Бельского моста на три года, на реконструкцию. При этом он как-то так очень растерянно заговорил о необходимости поиска финансирования для ремонта этого моста, из чего следует, что денег-то, собственно, на это нет. И вот эти три года могут обернуться и тремя, и пятью, и семью, и восьмью годами. И где мы потом будем искать того Хабирова, когда узнаем, что мост так и не ремонтируется, мы не знаем точно. Но факт остается фактом. Старый Бельский мост закрывается в ближайшее время, и мы опять останемся с этими вот несколькими полосами нового моста, плюс вот этой вставочкой, которую Хабиров гордо именует новым мостом. Завершая вступительное слово, Хабиров сообщил о том, что он продлевает до 14 ноября включительно школьные каникулы, и что с 1 декабря он запрещает прием клиентов в санатории и дома отдыха без справки о вакцинации, без сертификата о вакцинации. То есть еще один дополнительный способ ограничения и принуждение к вакцинации, как бы включил Хабиров в реестр своих вот этих вот мер. Ну и далее перешли к регулярной повестке оперативного совещания. Первым вопросом оперативки был, естественно, вопрос о COVID-19. Максим Васильевич Забилин привычно сообщил нам достаточно уже поднадоевшую статистику COVID-19. 91 тысяча с половиной человек в республике Башкортостан официально признано заболевшими COVID-19 с момента начала пандемии. На данный момент занятость коек в ковидных госпиталях составляет 82%. Это достаточно низкий процент по сравнению даже с недавними неделями, доходило до 92%. Соответственно, как бы здесь ситуация нормализовалась. По поводу вакцинации Забилин сообщил следующее. Первым компонентом привито 1 миллион 735 тысяч человек. Это 70% от подлежащего вакцинированию населения. Делаю акцент на этой формулировке. Вторым компонентом, то есть полностью вакцинированы на данный момент 56% подлежащего вакцинированию населения, а именно 1 миллион 405 тысяч человек. Много это или мало, неизвестно, потому что план стоял к 1 ноября уже вакцинировать 80%. Мы получили уже в ноябре всего 56%. То есть, безусловно, то, что Башкирия провалила кремлевский план вакцинации, но утешать может Хабирова и его команду только то, что, в общем-то, наверное, повсеместно по всей стране и в Москве этот план вакцинации, в общем-то, провален. И кремлевские власти признают провал компании вакцинации и требуют там каких-то новых чрезвычайных мер. Кроме всего прочего, Забилин сообщил о том, что он вакцинировал еще и 1700 иностранцев. Это, видимо, прибывающие гастарбайтеры и студенты вузов. В общем-то, на этом доклад Забилин был закончен, но разговоры о COVID-19 не закончились. После того, как выступили с дежурными докладами руководитель колл-центра по COVID-19 и руководитель Роспотребнадзора, на сцену был зачем-то выпущен засидевшийся, видимо, за кулисами дежурный Петрушка Единой России Рустем Маратович Ахмадинуров, который зачем-то стал докладывать Хабирову о том, что он реализовал какой-то там партийный проект «Забота о пожилых» в контексте борьбы с COVID-19. Он же, Ахмадинуров, судя по этому докладу, организовал и пункты вакцинации для граждан старше 65 лет. Вот здесь у меня сразу много вопросов. Радий Фаридович, вы сознаете, что до глубоко медицинских и до конца не изученных мировой наукой медицинских аспектов допущен вами вот этот вот Рустем Маратович? Это тот самый Рустем Маратович, который совсем еще недавно, посещая Баку, изучал вот эти знаменитые фразы «Чьерт, побери, и русо-турист, овлека морали». Это тот самый Рустем Маратович, который с удовольствием отмокал в какой-то шоколадной грязи, позировал там и потом постил все вот это нам в социальные сети. Это тот самый Рустем Маратович, который на самолете возил коробку с макаронами и изображал какую-то гуманитарную помощь там кому-то. И вот теперь у нас занимается организацией пунктов вакцинации. Радий Фаридович, как вы считаете, это прибавит авторитета вообще в медицинской сфере и вакцинации, в частности в Республике Башкортостан? То, что вот этими вопросами занимается вот этот человек, главарь Единой России по Республике Башкортостан, и вот этот вот легендарный владелец каких-то дублирующих водительских прав, который спасает там нетрезвый девушек из сугробов, ну и прочее вот это все, что вокруг Ахмадинурова есть, да? Вот надо же задумываться, какую имиджевую нагрузку вы подаете тому или другому процессу. Но в данном случае явно Радий Фаридович не беспокоился о том, как будут выглядеть пункты вакцинации, открытые Рустемом Маратовичем Ахмадинуровым. А если уж всерьез говорить о сути вот этого вот внезапного появления на сцене господина Ахмадинурова, то это очередной пример того, как партия Единой России запрыгивает в последний вагон какой-нибудь проблемы, начинает там буйно плясать с бубном, значит, и разбрасывая вокруг себя конфетти, и изображать, значит, участие в неких процессах. То есть у нас борьбу с COVID-19, как выяснилось, возглавляет партия Единой России, а вовсе не Минздрав там или еще кто-то. Ну, в общем, ну, возмутительно это. Когда уже Хабиров поймет, что нужно избавляться от вот этих вот пассажиров, я не понимаю. Вторым дежурным вопросом был вопрос, как обычно, о ситуации в ЖКХ, о ситуации на дорогах и чрезвычайных ситуациях. Алан Викторович Морзаев ничего интересного в этот раз нам не рассказал, перечислив всего лишь четыре отключения ресурсов по республике Башкортостан за истекшую неделю. Все из них были ликвидированы, по словам Морзаева. У меня, к сожалению, не было на этой неделе возможности проверить достоверность этой информации, потому будем верить в этот раз Алану Викторовичу на слово. Выслушав Морзаева, Хабиров сделал глубокомысленное заявление. Зима начинается. Готовьтесь. Очень мудро. Далее выпустили господина Булышева, министра транспорта и дорожного строительства, который практически, как я всегда говорю, ничего не говорит ни о транспорте, ни о дорожном строительстве, но рассказывает нам о печальной новости с дорог, имеется в виду в части дорожно-транспортных происшествий. В этот раз примечательно то, что именно на этой неделе, еще в начале ноября, дорожно-транспортная сфера Республики Башкортостан перешагнула через рубеж в 400 погибших на дорогах за год. Еще два месяца осталось в этом году, и мы уже имеем 418 погибших за год, вот за этот 2021. Что, собственно, больше поставлено в рубежного уровня. Что-то мне подсказывает, что никому ничего за это не будет. Хабиров, помните, как он кричал? Пена, топот ногами, 400 человек, это предел для года. В прошлом году мы перешагнули предел в 500, и в этом году тоже перешагнем, потому что уже 418. Но никто за это не ответит. Вот увидите. Все это пустое, все это болтовня. Если только Владимир Путин не вспомнит о том, что давал поручение Хабирову снизить смертность и травматизм на дорогах Башкортостана, тогда ничего не будет вообще никому. Ни Хабирову, ни Булушеву, никому-никому. А вот дальше случилось неожиданное, смешное и абсолютно комическое. Третьим докладом оперативного совещания был доклад о текущих результатах реализации нацпроектов Республики Башкортостан и задачах на 2021 год. Ну, такой, в общем-то, не новая тема, и докладчиком был Тажигин Хальшат Азаматович. Он там вроде как все еще без премьер-правительства, но уже не первый, а какой-то там 21-й, совсем внизу сидит. Так вот, Хальшат Азаматович, выйдя на сцену, вдруг бодро и невнятно... В Кирском языке, по экрану, со скоростью космической ракеты полетели было абсолютно невозможно. Таратурил, 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 дальше, слайды мелькали на экране. Ну, кроме всего прочего, невнятности докладу добавляла и манера говорить. Тажигин вообще совершенно невнятно говорит и непонятно, что произносит. Судя по всему, Шальт Азаматовичу было, что скрывать на эту тему, я имею в виду, об исполнении нас, проектов, подобным тройным образом закодировать информацию, чтобы ее уловило минимум людей, включая самого Хабирова, который, как известно, не очень понимает башкирский язык, особенно его беглую речь, то вот тут, конечно, непонятно. Может быть, специалисты десинхронизируют вот этот вот доклад Тажигинова, переведут, дешифруют и прочее, я не знаю. Но многие в зале и многие у экранов телевизоров или компьютеров, где они смотрят, это совещание, конечно, многие не поняли ничего. Абсолютно. Тем более, что речь Тажигинова была рассинхронизирована с титрами, то есть уловить смысл было категорически нельзя, тем более, что вопрос был достаточно сложным и экономическим. В общем, вот такая вот интересная выводка случилась с Решатом Азаматовичем. Хабиров выслушал его, сделал вид, что выслушал, по крайней мере, и как-то смущен мне, сказал, Рахмет Решат Азаматович, ну, я бы от себя еще добавил, иншаллах Решат Азаматович. Ну, что еще тут добавишь? Надо отдать должное Хабирову. Он все-таки попытался перевести часть этого сумбурного доклада на русский язык, хотя бы, чтобы, например, часть этого доклада была понятна Максиму Забелину. В частности, он отметил министру здравоохранения и вице-премьера правительства тот факт, что нацпроект здравоохранения Республики Башкортостан находится в зоне риска неисполнения. Видимо, об этом говорил Тажетин в своем зашифрованном докладе. Десять показателей этого нацпроекта не соответствуют рисковым требованиям и, в общем, вызывают некую тревогу у Хабирова. А Хабиров сказал, что он не привык не исполнять нацпроекты даже в условиях пандемии. Ну, собственно, на этом расшифровка доклада Тажетинова закончилась, и я просто не знаю, как его воспринимать дальше. Четвертым докладом о кратерном совещании был, собственно, центральный доклад, который сделал, в общем-то, все совещание, создал всю атмосферу и, в общем-то, ну, наверное, дал нам максимум пищи и источников для понимания того, что творится в проезде сейчас. И доклад этот был об организации раздельного сбора ТКО в Республике Башкортостан. Делал, естественно, доклад министр экологии и природопользования Искандаров Урал Салаватович, тот самый бывший судья арбитражного суда, который по необъяснимым причинам стал министром экологии и природопользования. Собственно, конечно, доклад надо было вообще назвать докладом о мусорной реформе, о ее правах, но почему-то сочли нужному сконцентрироваться на теме раздельного сбора мусора, которого, например, лично я в башке вообще не видел. Не знаю, как вы, может быть. Возможно, вы живете, вот я обращаюсь к нашим зрителям, возможно, вы живете в Туймазар, там говорят просто один сплошной раздельный сбор мусора. Возможно, вы живете в Октябрьском, там говорят только раздельный сбор мусора, прямо как в Голландии. Но в эфире раздельного сбора мусора я ни разу не видел, потому у меня вопрос, почему именно так и доклад делал Искандаров. Ну да ладно, вернемся к содержанию доклада и начнем с того, что Искандаров нам сообщил, что до конца 2024 года, то есть всего лишь еще два года осталось, должен быть повсеместный раздельный сбор мусора в Республике Башкортостан. Так, Искандаров сообщил, что для этого он изучил опыт иных регионов и стран, не сомневаюсь. Сейчас раздельный сбор мусора, по словам господина Искандарова, осуществляется в Уфе, Октябрьском, Нефтекамке и восьми районах Республики Башкортостан. Также Урал Саватович сказал очень смешную фразу. Организован не только раздельный сбор, но и раздельный вывоз мусора. Ну, в общем, да, вот это, кстати, вызывало всегда массу вопросов. Собираете вы в разные контейнеры, а вывозите на одну помойку, в одном мусоровозе. Дело в том, что на 6 тысяч контейнеров, которые предназначены для раздельного сбора мусора, это данные господина Искандарова, в Республике Башкортостан только один специализированный мусоровоз. То есть, по сути, люди сортируют мусор, складывают в разные разноцветные контейнеры, то есть стекло отдельно, пластик отдельно, пищевые отходы отдельно, потом приезжает большой грязный мусоровоз, который все это сваривает в один контейнер у себя в кузове и увозит одну и ту же помойку. Но, тем не менее, Искандаров это считает раздельным сбором мусора. И тут, значит, Павел Салаватович в процессе своего доклада совершает роковую ошибку, рассказывая о вот этом вот раздельном сборе мусора, о том, что где-то там на периферии Башкирии, где никто никогда не видел, там все это подсветает и уже давно работает, Искандаров заявляет дословно «Введение раздельного сбора мусора приведет к снижению платы граждан за вывоз мусора». Конец цитаты. Вот этим Искандаров практически сильно подписал смертный приговор. Потому что, в целом, в общем-то, доклад министра экологии и недопользования был абсолютно пустым и носил какой-то теоретический характер. Он рассказывал, как здорово, правильно и хорошо и важно приучить граждан к раздельному сбору мусора, потому что за этим будущее и бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ни цифр, ни перспектив, ни стоимости, ни указаний, кто перерабатывает этот, и перерабатывает ли вообще этот сортированный мусор. Об этом Искандаров вообще ничего не говорил. И вот тут он говорит, что раздельный сбор мусора приведет к снижению стоимости вывоза мусора для граждан. И тут, конечно, ради Фаридович завался. Он явно был настроен поговорить по душам с Искандаром и начал издалека. Ну, выслушав доклад, Хабиров спрашивает такую вещь. «А как у вас в министерстве вообще построена работа с рекоператорами по вывозу ТКО?» Искандаров начал чего-то губнить про то, что там несъедневные совещания у него проходят мониторинг, но Хабиров его прервал. Я о другом. Еженедельно это Назаров проводит. Я прошу наладить работу с рекоператорами. К ним много вопросов и сваливать все на Назарова не нужно, драматически заявил Хабиров. И тут он сказал самое главное Искандарову, цитирую. «Вы аккуратнее говорите о снижении платы по вывозу ТКО?» В этом и смысл. Но есть ли этот факт? Нет его, конечно. Искандарова еще что-то блеял про то, что нужно переоформлять тариф, чтобы снизить эту плату, там куда-то на отсчет какие-то заявления. Но стало понятно, что Хабирова в целом возмутила фраза Искандарова о возможности снижения платы за вывоз ТКО. Хабиров только-только приготовился поднять для всей республики тариф на вывоз ТКО, когда Искандаров, министр экологии и недропользования, вдруг заявляет о возможности его снижения. Только-только оттопырился карман, и, бац, значит, появляется вот такое заявление. В общем, Хабиров был, честно говоря, в ярости. И дальше понеслось. В общем-то, с Искандаровым все стало понятно в конечном итоге, потому что практически весь остаток оперативки был посвящен его персоне. Хабиров, завершая обсуждение вот этого доклада Искандарова, сказал следующую фразу. «Урал Салаватович, то ли в Министерство он, то ли я». В общем, не убедили меня вы. В конце декабря хочу послушать более убедительный доклад о раздельном сборе мусора. Призывы здесь не работают. Конец и даты. Ну, в целом, это вот было завершение разгрома Искандарова. То есть мы понимаем, что мусорная реформа в республике Башкортостан провалена основательно и окончательно на данном этапе сейчас. Два месяца даст Хабирову Искандарову, месяц он даст ему, это уже не важно. По сути, судьба господина Искандарова решена. Вопрос только в том, ну, насколько основательно будет подготовлен его уход, насколько он будет аргументированно обоснован. То есть вот скажут, ну, смотрите, здесь не работает, там не работает, тут, значит, не исполнили, и так далее, и так далее. То есть, по сути, надо было действительно говорить о крахе мусорной реформы, но это настолько хабировский вопрос, что одним Искандаровым можно было бы не обойтись. Потому что, ну, тут сразу отлетает самому Хабирову, и вопрос к нему абсолютно резонный. Драть коричневую, это же ваши там подчиненные, ваша команда тут вообще все это вот организовывает. То есть, ну, решили вот сузить вопрос. Но, тем не менее, повторюсь, это приговор Искандарова и приговор его, в общем-то, наверное, нахождение на должности. Это вопрос времени, там, в декабре это будет или январь, может быть, начало февраля. Я не знаю, как уж там тактически решат, но замену Уралу Салаватовичу уже интенсивно ищут. Среди оперативного совещания Хабиров сделал довольно длинное такое заключение. Начал он с мирных тем, заговорил о том, что, несмотря на то, что выходные закончились, но ограничения не закончились, и они будут усиливаться и усиливаться, и нацелены они будут в основном на то, чтобы ограничить возможности людей, не имеющих прививки. То есть Хабиров уже это не скрывает, что ограничения для людей непривитых – это главная цель задачи и вообще самоцель всех этих мероприятий. Далее Хабиров неожиданно заявил о том, что нужно начинать готовиться к Новому году. Требовал, чтобы ему был представлен график установления елок на главных площадях и улицах населенных пунктов Республики Башкортостан. Того и гляди, последует указание по закупке новых пиксельных елок. Поговаривают, что в одном из замечательных городов пиксельная елка, вон та вот загадочная легендарная, купленная за неимоверные деньги, была сожрана мышами при неправильном хранении. Я уточняю сейчас эту ситуацию. Если это действительно так, то будет очень смешно. И, завершив обсуждение предновогодних приготовлений, Хабиров внезапно опять перешел к экологической теме. В частности, он говорил о Карамаскалинском районе и ситуации вокруг озера Большой Толпак. На прошедшей неделе или чуть ранее там случился сход граждан. Граждане протестуют против добычи песчаногравийной смеси там по лицензии, выданной Минприродопользования Республики Башкортостан. И туда выехал Барданов. Там реально такая серьезная буча случилась. И было решено превратить вот эту ситуацию в показательную ситуацию по наведению порядка с этими лицензиями. А по поводу уже существующей лицензии Хабиров заявил следующее, дословно. Тот деятель, который выдал в 2015 году лицензию, тот пусть ему на уши эту лицензию и оденут. Ладно, конец цитаты. То есть Хабиров, юрист Хабиров заявил, что государство, выдав лицензию, государственный орган власти Республики Башкортостан в 2015 году, выдал легальную, законную лицензию. Выстал за эту лицензию, кстати, деньги. Так вот, теперь можно взять эту государственную лицензию и надеть ее на уши тому, кто ее выдал. Речь, безусловно, идет о министре природопользования и экологии того времени Ильдаре Хадыеве. Именно в 2015 году выписывал лицензии на добычу ПГС. Ну, юрист Хабиров готов опроверять любые государственные решения государства Российской Федерации, когда они ему не нравятся. То есть берете лицензию и на уши себе надеваете. Я боюсь вообще, честно говоря, он может выйти на улицу с волосатой палочкой и начать рвать у людей права и говорить, что вы... А я вот лишаю прав просто так. Вот, он их вот съест, например, да? Или еще каких-нибудь прав будет лишать. Ну, примерно так выглядит вот это отношение к государственному решению, государственной процедуре по выдаче лицензии. Далее Хабиров заявил, что моя концепция, что этого делать там нельзя, речь и это добыча ПГС. То есть упустили позиции. А если мы их упустим, то завтра перед Белым домом будут песок разрабатывать. С ужасом подумал Хабиров вслух. Мы его все время беспокоили в близости народу с вилами, с лопатами, с экскаваторами, да? То есть почему-то он все время ассоциирует эту близость с Белым домом. Далее Хабиров, ну, закономерно обратился к Искандарову, ну, как ныне министру экологии и природопользования. Вот туда вы должны были направить вашу энергию. Скоро за Уралью поеду, привозил Хабиров. Там должен, должно быть все в порядке. А то я одного министра уже увожу, жалоб идет. В конце января доклад по Кармаскалинскому району мне сделайте и по ПГС. Заповедовал Хабиров Искандарову, которому уже там совсем уже, видимо, нечем было дышать на совещании. Добил его окончательно Радифаритович. Ну, мы в очередной раз видим вот этот всплеск волонтаризма и всевозможных угроз порвать кишки на ту или иную тему. После вот этого выступления Хабиров по поводу озера Большой Толпак, дали слово там буквально на пару минут Азату Барданову, который рассказал трагическим голосом, как он участвовал там в сходе граждан. Как все они выразили свое возмущение наличием этой лицензии и тра-та-та, и тра-та-та. Однако Барданов заметил, что компания-разработчик этого ПГСа не идет на контакт пока и не договаривается ни о чем. Собственно, о чем с этими людьми договариваются? У людей есть лицензия, они по ней работают. Ну, разбирайтесь. Если отбирать лицензию, значит нужно вернуть все деньги, которые были выплачены за нее и там все издержки, которые были понесены в связи с ее реализацией. Но, простите, это значит признать незаконность решения государственного органа власти? А значит за счет государственный счет компенсировать все эти затраты? Вот на это юрист Хабиров готов? Что-то мне подсказывает, что нет. Но его это мало волнует. Помните историю там с Шатару Ставеля, там топнул ногой, перестал дом строить. Сейчас он топнет ногой, у нас перестанут добывать ПГС. В общем, конечно, предпринимательская атмосфера в республике Башкортостан становится все более и более угрожающей. Потому что Радь Фаридович может кому угодно на уши любую лицензию натянуть. И ничего ему за это не будет. Ну, судя по всему, по крайней мере, по тому, как он вообще эту всю ситуацию преподносит нам с экрана в телевизор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова